Всем привет! Данное видео будет посвящено обзору и основным настройкам 3G-4G Wi-Fi роутера Kinetic Runner 4G. В первой части видео поговорим о его технических характеристиках, внешнем виде и комплектации, во второй части о его настройках и веб-интерфейсе. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем будут сняты обзоры на 3G-4G Wi-Fi роутере Kinetic Skipper и Kinetic Hero. Также будет снят видеоролик по поводу того, как настроить мэш-систему от Kinetic. Так что подписывайтесь на канал, дальше будет интереснее. Итак, вот вы видите перед собой упаковку роутера. Здесь традиционно фото роутера и основные его характеристики. Сзади более подробно расписаны его преимущества и указаны его технические характеристики. Давайте начнем с комплектации. В комплектацию входит инструкция, сам непосредственно роутер, две антенны, патч-корд и блок питания. Блок питания 12 В, 1 А. Что касается внешнего вида, то роутер белого цвета, верхняя поверхность у него серая, сверху это наклейка, она довольно легко снимается и вы можете увидеть тут надпись Kinetic. Поверхность матовая, это плюс, потому что не видно пыли и мелких царапин. Сверху также видим индикацию, включение, выключение, интернет, 3G, 4G сеть, Wi-Fi и кнопка Wi-Fi. По бокам две антенны, они поворачиваются в разные стороны, эти антенны предназначены для Wi-Fi, они несъемные. Wi-Fi поддерживает роутер до 300 Мбит в секунду. Внизу на наклейке можно увидеть имя Wi-Fi сети и пароль от Wi-Fi сети. По бокам видим возможность крепления роутера на стену. Следует сказать, что это роутер модификации KN2211, есть еще предыдущая модификация 2210, отличия у них небольшие, в частности, у них поменялся LTE модем, у них в KN2211 стал более мощный блок питания и в KN2211 слот для сим-карты стал nanoSIM. В предыдущей 2210 был microSIM. Сзади мы видим кнопку RESET для сброса настроек до заводских, два ESMO-разъема для подключения антенн. Антенны можно использовать не только штатные, которые идут вместе с роутером, но и уличные 3G, 4G антенны. Уличные антенны зачастую являются более мощные, они уровень сигнала поднимают значительно выше комнатных штатных антенн и можно добиться более высокой скорости интернета. Подключение происходит с помощью пиктейла. Далее видим слот для сим-карты, сим-карта используется, как я ранее говорил, nanoSIM. Роутер работает с любыми операторами на всех 3G, 4G частотах России. Далее следует OnePort, он 100 мегабитный, то есть при желании можно использовать не только сеть 3G, 4G, но и подключить кабельный интернет. Кабельный интернет, тариф бессмысленно использовать больше 100 мегабит, потому что все LAN и LAN порт ограничения 100 мегабит. Дальше видим 3 LAN порта, они предназначены для организации локальной сети и разъем для подключения питания. И так далее я предлагаю перейти к настройкам. В данном случае роутер подключен к компьютеру по кабелю, можно также подключиться к роутеру для настроек по Wi-Fi. Не обязательно использовать компьютер или ноутбук, можно легко это делать все со смартфона или планшета. Для этого в адресной строке сверху видите Estonia 2.168.1.1. Если вы выполняете настройку в первый раз, то вам будет предложено пройти такие элементарные шаги по его настройке. Если же вы уже до этого выполняли настройки, то будет открываться сразу основное меню. Сейчас я предлагаю быстро пробежаться по предварительной настройке. Сразу еще скажу, что настроить роутер можно также с помощью приложения в App Store или на Android. Но функционал у приложения довольно обрезанный и оно иногда нестабильно работает. Поэтому я рекомендую вам все настройки выполнять с помощью веб-интерфейса. То есть заходить на 112.168.1.1. Итак, первое, что он предлагает сделать, это выбрать язык. Выбираем русский, нажимаем «Начать настройку». Далее он предлагает, в каком режиме будет работать роутер. То есть либо выходить в интернет через мобильную сотовую связь, либо по кабелю. В данном случае роутер вставлен на сим-карта. Выбираем первый пункт, это через мобильную сотовую сеть. Нажимаем «Далее». Выбираем страну и регион. Читаем и принимаем условия лицензионные. Читаем и принимаем уведомления о конфиденциальности устройства. Придумываем пароль. Логин будет «Admin». Это пароль от веб-интерфейса, от настроек. Логин будет «Admin», а пароль тот, который вы ввели. После этого предлагается подключить антенны, прикрутить антенны. Антенны уже прикручены, поэтому нажимаем «Далее». Вставить сим-карту. Сим-карта также уже вставлена. Происходит подключение по сотовой сети. Статус «Подключен». Нажимаем «Далее». Пишет, что вы подключены к интернету. Нажимаем «Далее». Происходит проверка обновлений прошивки. Если бы у нас была старая прошивка, он бы предложил ее обновить. То есть понадобилось бы немножко времени, потому что он бы вначале скачал, потом обновил. То есть несколько минут бы это заняло. В данном случае стоит актуальная прошивка, поэтому он этот шаг пропустил быстро. После этого предлагаются два варианта. Или обновлять вручную прошивку или автоматически. Рекомендую для безопасности выбрать автоматически. После этого вы можете указать дни недели и время, когда будет происходить установка обновлений. Рекомендую оставить по умолчанию. Нажимаем «Далее». Роутер ночью, скорее всего, сам это все будет делать. Если для вас критично, то можете выбрать определенную. После этого переходите в «Настройки беспроводной сети». Здесь можно изменить имя Wi-Fi сети и пароль. Данные указаны на наклейке. Если у вас есть необходимость, можете их поменять. В данном случае я ничего менять не буду. Далее происходит установка доверенных цифровых сертификатов. Нажимаем «Далее». Отправка диагностической информации обычно я не разрешаю. После этого вы увидите все данные, которые вы внесли. Вы их можете скачать. Для того, чтобы в дальнейшем, если вы сбросите настройки до заводских, их можно было легко подгрузить. Я сохранять не буду. Нажимаю «Далее». Все. Теперь можно перейти к основному меню. Нажимаем кнопку «Завершить». Вот вы видите основное меню. Давайте пробежимся по каким-то основным моментам. Например, если вам с основного меню необходимо изменить имя сети Wi-Fi и пароль, то это легко сделать. Для этого переходите в «Мои сети», «Домашняя сеть». И здесь вот можно легко поменять имя и пароль от сети. Также можно включить гостевую сеть. Гостевая сеть – это вторая Wi-Fi сеть. Она предназначена для выхода в интернет без доступа к локальным ресурсам. Отсюда и название «Гостевая сеть», то есть ее обычно используют либо в офисе, либо в ресторане. Для того, чтобы гости могли подключиться к ней, иметь доступ к интернету, но не иметь доступ к локальным ресурсам, сетевым папкам, принтерам и так далее. Здесь можно включить защиту, то есть поставить пароль. Если перейти в меню «Интернет» – «Мобайл», здесь тоже очень много интересных настроек. Например, если нажать на кнопку «Метрики сигнала», то можно увидеть уровень сигнала, который сейчас… Уровень сигнала, соотношение сигнал-шум. И можно увидеть не просто в цифрах, но и в таком цветовом оформлении. То есть, чем хуже сигнал, тем цвет более красный. Чем лучше, тем более зеленый. Очень удобно настраивать уличные антенны, ориентируясь на вот эти значения. Здесь же можно увидеть частоту, на которой работает ваша базовая вышка. Если опуститься ниже, то можно выбрать «Частотные диапазоны», кнопка так и называется. Здесь можно вручную указать, на каких частотах будет работать роутер. Иногда бывают случаи, когда в 4G, предположим, роутер переключается между двумя частотами. На одной из них при этом скорость выше, на другой ниже. То есть, вы вручную можете указать, все остальное убрать, а указать только один бенд, одну частоту, на которой будет работать роутер. Если зайти в «Управление», «Параметры системы», тут тоже есть такие приятные настройки. Например, можно выключить индикацию. Как я говорил, сверху он показывает индикацию, ее можно отключить или выбрать режим, когда она будет включена, когда отключена. То есть, если вы нажмете «Сохранить», то индикация вся на роутере не будет гореть. Для некоторых это очень важно, особенно, когда ночью она горит. Здесь же можно выбрать значение кнопки Wi-Fi. Как я говорил, сверху есть одна кнопка Wi-Fi. Так вот, ее короткое нажатие будет означать «Сапуск VPS». Это возможность подключить мобильное устройство, не вводя пароль. Или длинное нажатие «Включение-выключение Wi-Fi». Вы можете легко поменять все значения. Из списка выбрать то, чем вы чаще пользуетесь. Здесь же можно перезагрузить систему или вернуть к заводским настройкам. Далее предлагаю измерить скорость интернета с помощью сервиса Speedtest. Сразу оговорюсь, что скорость интернета у всех будет различная и отличаться. Она в первую очередь определяется загруженностью вышки оператора и уровнем сигнала. Чем вышка менее загружена, тем, соответственно, выше скорость. Чем выше уровень сигнала, тем, соответственно, тоже выше скорость. Для того, чтобы усилить сигнал, можно лучше всего использовать уличную 3G-4G-антенну. И также с помощью уличной 3G-4G-антенны можно выбрать направление подключения к другой вышке, если у вас есть такая возможность. То есть, если у вас в двух направлениях есть вышки одного и того же оператора, то вы с помощью направленной антенны можете выбрать к одной вышке подключаться или повернув ее к другой вышке, там, где будет скорость выше. В данном случае скорость 43 Мбит и 22 Мбит исходящая, что, в принципе, вполне приемлемо. Приобрести 3G-4G Wi-Fi роутер Kinetic Runner 4G можете в интернет-магазине netfell.ru. Там же большое количество 3G-4G-антенн готовых комплектов. Можете зайти посмотреть, я думаю, будет интересно. На этом все. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok